Добрый день, уважаемые радиослушатели! В первой части у нас был посол Украины в Латвии и сегодня мы продолжим разговор об Украине и о тех процессах, которые происходят в этой стране с нашей гостью. Енина Соколова с нами на связи. Енина, здравствуйте! Привет всем! Привет, Рига! Мы сегодня очень много говорим о вас, кстати, в том числе. В контексте чего, кстати? Берем с вас пример. Ну, страна сейчас переживает не самые лучшие времена в плане понимания, куда мы должны двигаться в связи с усталостью, которая накопилась за последние пять лет. И вот как Литва, так и Латвия. Наверное, страны, которые бы нам хотелось быть поближе ментально, но пока не выходят. Ну, мы представили вас сегодня в нашем эфире как журналиста и блогера, но вы так или иначе еще являетесь актрисой по образованию. У вас есть роли и в театре, и в кино. Новый президент Украины, как известно, Владимир Зеленский, он артист. Приходилось ли вам, может быть, сталкиваться с ним в какой-то такой творческой обстановке, может быть? Не знаю. Знаете ли вы его вне политической жизни? Спасибо за вопрос. Но на самом деле я имею актерское образование одно из, у меня два образования, и я довольно мало последние лет семь занимаюсь актерской деятельностью, это в основном журналистика. Сталкивалась ли я с Владимиром? Нет, мне чуждо его творчество, и как-то не получалось нам найти точки соприкосновения. Думаю, что в ближайшее время тоже не удастся. Не нравится его юмор? Нет, это не мой юмор. Это юмор не той страны, которая бы мне хотелось, чтобы двигалась вперед. Ну как бы? Нельзя, нельзя. Я уже по-украински мысли сложно формулировать, по-русски мысли, а вот Владимиру наоборот. Видите, легко формулировать по-русски, а сложно по-украински. Вот это, наверное, тоже наша пропасть с ним. Понимаете, юмор компании, которая позиционирует себя патриотически, у них там часто были разные песни, о потере Крыма и о том, что мы хотим вернуться, чтобы мы вернулись домой, и одновременно представлять Украину в виде проститутки, которая берет там какие-то деньги взаймы, глумится над воинами в виде образов, да, там, майдановцами и все это остальное, то, что присутствует в риторике Зеленского, это, как по мне, просто, ну, какой-то сюр. Поэтому уважение это, к сожалению, не вызывает, а юмор вызывает только удручающие чувства. И что грустно, что огромное количество украинцев этого не понимают. Ну вот, кстати, как вы оцениваете результаты выборов, учитывая, что Зеленский получил, ну, достаточно серьезное преимущество над президентом Петром Порошенко, с чем это, на ваш взгляд, связано? Ну, это связано только с одним, с тем, что украинцы выбрали персонажа из фильма, а не реального человека, о котором они ни черта не знают, так же, как не знаю я, не знаете вы, и думаю, что не сам догадывается, сам не догадывается до конца Зеленский в плане его перспективы как главнокомандующего. Я напомню, что согласно законодательству президент главнокомандующим является в государстве, но и внешняя политика, которая была при президенте Порошенко на довольно высоком уровне. Какой она будет при Зеленском, вот сложно понять. Поэтому украинцы выбрали персонажа, персонажа из кино, их подпитывали последние несколько лет. Одна из центральных кнопок страны. Более того, за день до первого и второго тура этот телеканал показывал видео, связанные полностью с Зеленским. Они поставили в сетку эфира, ребята, представьте, в сетку эфира поставили фильм о Рейгане, ну, намекая о сходстве, и Рейгана озвучил Зеленский. То есть они всеми возможными способами людям намекали, что вот он, вот человек, который спасет вас от бедности, от коммунальных тарифов, от войны, от всего остального. И вообще-обще честный, на велосипеде ездит. В парламент приходит, всех расстреливает, кто врет. Добрым помогает, несчастным, а злых коррупционеров бьет по одному причинному месту. То есть, ну, практически идеал того, что хочет слушать, слышать человек, сидящий дома у телевизора. Но, к сожалению, идеал того, что хочет видеть человек, сидящий у телевизора, и реальность, они разнятся. А в этом все и проблемы. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Янина Соколова с нами на связи. Украинские журналисты-блогеры. Звоните, задавайте вопросы. Также пишите нам в WhatsApp 230-6191. Если вы звоните из-за рубежа, код плюс 371. Ну, вот сегодня посол Украины, который был у нас в студии, он сказал о том, что победа Зеленского – это демонстрация того, что в нашей стране, то есть в вашей стране победила демократия. Потому что действующий президент при всем административном ресурсе и поддержке западных союзников не смог удержать власть. То есть народ сделал свой выбор. Вот на ваш взгляд, все-таки, можно ли усмотреть какие-то позитивные симптомы, с вашей точки зрения, в том, что народ Украины выбрал Зеленского? Позитивные симптомы пока из всех позитивных только один. У нас действительно в стране есть демократия. Это огромное счастье – жить в стране, в которой ты до конца не знаешь, кто победит на президентских выборах. Особенно имея такого северного соседа, у которых это известно на пятилетку вперед. Вот, соответственно, демократия есть, и мы этого добились. И я горжусь тем, что живу в такой стране. Ничего более позитивного о результатах выборов сказать не могу. А вот по поводу, вы спрашивали еще голосования, кроме образа экранного, за который проголосовали зрители, есть еще часть людей, не смотрящие телевизор, но настолько уставшие от того, что происходило в стране пять лет, что проголосовав за Зеленского, это был голос против Порошенко. То есть кто-то, кто не Порошенко. Соответственно, вылилось это в такие результаты. Больше поканчу по стеной, сказать не могу. И нам очень грустно журналистам от того, что этот человек не дает некомфортных интервью. То есть он ходит только к себе на телеканал, либо к лояльным журналистам, которые ни о чем критическом не спрашивают, вообще ни о чем не спрашивают. Владимир, как вы достигли успеха? Вы такой вот хороший, вот как вам удалось? Ну, в общем, интервью с непонятным подтекстом, смыслом и идеей, которые он дает. Ко мне он отказывался приходить трижды, потому что понимает, что теплой ванны не будет. И почему же, собственно, мы и ждем его? Чтобы понять, какие его планы. Владимир Александрович, расскажите, какие у вас планы? Вы президент громадной страны, у нас 42 миллиона жителей, у нас война, у нас отсутствие судебной реформы, налоговой реформы, у нас экономические проблемы, у нас сейчас артикулируется новоизбранным президентом история о рассмотрении подробном законе о языке, который был принят вот на прошлой неделе, и этот закон хоть как-то укрепит повсеместно значение языка в публичных местах, в местах государственных, в местах сферы обслуживания, на приватный сектор, на частное общение, он никак не влияет. И вот уже нота была протеста, сказано, что нужно обязательно пересмотреть этот закон, потому что Владимир плохо говорит по-украински, у него вообще нет понимания украинской культуры и украинской идентичности. Вот в чем проблема. Я вчера была в Вене, в Австрии, и смотрела по Евроньюз, шли новости по поводу победы в Испании на парламентских выборах правых, ультраправых. Я вот думаю, что парламентские выборы, которые осенью будут в Украине, вот крайне нужны правые в парламенте для того, чтобы дать понять пророссийским силам, поставить их на место и дать понять, что в этой стране будут правила и национальные идеи этой страны, а не остатки прошлого советского в виде речей, какая разница по поводу языка, в виде постоянных разглагольствований на тему того, как мы должны быть толерантны со всеми, не защищая нашу культуру, давая возможность российским музыкантам здесь выступать. В общем, это полное непонимание проблемы, которое ведет за собой большие беды, в том числе и войны на Востоке. Почему же война на Востоке стала возможна? Ну, во-первых, русские танки, русская армия, поддержка полная Путиным. Во-вторых, искусственно созданный конфликт в среде, уже априори конфликтный, из-за отсутствия понимания, кто они есть. То есть эти люди не понимают, кто они есть. Они все время были, смотрели в сторону Москвы, в сторону России, и все время они же там трудяги, да, это металлургические и угольные производства. Для них цель была, чтобы была еда, была постоянная зарплата, в связи с тем, что они там были в основном часто выходцы из России, чтобы говорили, вот как говорили деды, так вот и чтобы мы говорили, и вообще мы по-русски, они же по-русски, это же не русский язык, то, что у них там происходит. Но не забывайте, что я же тоже, я родилась на юго-востоке Украины, я родилась в Запорожье, и я прекрасно понимаю ментальность этих людей. Я понимаю, что их вообще вопрос национальной идентичности не не существует, потому что они не понимают его ценности. Вот в чем вопрос. Вот и украинская власть допустила за эти пять лет тоже большую ошибку, что она не дала им возможности это понять культурно. Все, что сейчас происходит, это мы просто пожинаем плоды отсутствия украинской культуры на востоке. Это по поводу войны, да, и в целом украинской культуры везде, везде. Потому что это по остаточному принципу все развивается, к сожалению. Ну вот, маем это шумаем. Ну вот Александра спрашивает у вас в Фейсбуке, умеете ли вы говорить по-украински, а не только на Суржике? Ой, Боже, яке це смешное запитание, особенно до меня, до украиномовної останні 15 лет. Я умею говорить украинскую, я умею очень хорошо говорить украинскую. Мои дети не знали десь лет, до трех, что такое спасибо. Александру, передайте привет. Поэтому я бандеревка, домисків, и счастлива, что я имею возможность жить в стране, в которой почесно говорить украинскую. И очень мало людей, на жаль, на данный момент умеется робити гарно. Саме тому говорить, какая разница. А вы вообще что-то умеете на Суржике или не на Суржике? Я не хочу говорить на Суржике, поэтому буду говорить по-русски. У меня освіта. Передайте Александру, что навіть якби я не хотіла, я бы все одно говорила, бо у меня червоний диплом. Так передайте. Да, так же он спрашивает, считаете ли вы, что русский язык не должен использоваться в Украине и нужно закрывать школу с русским языком обучения? Я считаю, что в Украине в приоритете должны быть украинские школы, украинский язык и на государственном уровне, и сферах обслуживания, что, собственно, подтвердил закон, принятый во втором чтении на прошлой неделе, 56-70-D, в котором было 2000 поправок, ребята, на секундочку, внесенных. Как вы думаете, кем эти правки вносились в течение года? Конечно же, оппозиционным блоком, экс-партии регионов, которые имеют прямое влияние из Москвы. Поэтому столько времени мы потратили на то, чтобы просматривать все эти поправки. Русский язык никто никогда из уст русскоязычных киевлян, днепровцев, львовян никогда не вымет. Если вы хотите говорить по-русски дома, на улицах, не знаю, петь песни русские на лавочках, так пойте в приватном общении, в частном. Никто никогда вам слова не скажет. Это же все басни венского леса, навязанные российским телевидением. Но если у нас существует программа, по которой мы хотим как можно больше развития украинского языка, дать возможность этому языку быть сверхобслуживанием, что в принципе логично. Вы же не приезжаете во Францию и не слышите японский. Нет, вы слышите французский. Вот и Германия тоже самое, Австрия. Поэтому дав возможность языку развиваться, у нас уже была перешагнута эта грань между например, у нас фильмы дублировались, вина и доля фильмов дублировались по-русски. Это было вот ну со времен независимости 20 лет мы дублировали. А потом перешли на украинский. У нас украинский дубляж настолько круто выигрывает у русского, что сейчас уже никто не представляет, как это так могло быть, чтобы не знаю там новый фильм Мстителей выходил с русским дубляжом. У нас же так круто это делают украинцы. И все привыкли. Сначала какая-то шла волна, а потом все привыкли и оценили, сказали о, слушайте, так они классно это сделали. Вот так будет и на уровне по-бутовом, как по-русски будет, на бытовом уровне. Поэтому мы за возможность над меньшином говорить на своем языке, я сейчас и про россиян в том числе, но украинский должен быть в приоритете. Вот вы нелетко записываете видео о политических ток-шоу, делаете такой разбор, обличаете фейки. Как вы относитесь к соотечественникам, которые выступают, участвуют в политических ток-шоу, например, у Владимира Соловьева, по задумке отстаивая интересы Украины, например, Вячеслав Ковтун и так далее. Ну это же проплаченные все товарищи, это не украинцы, это запроданцы, даже известны таксы, за которые они приходят в эти эфиры. Да тут даже не нужно знать о расследованиях по поводу такс, просто достаточно посмотреть на них и послушать, о чем они говорят. Это очевидно для нас всех, и господин Ковтун в том числе, яркий представитель. Всех, кого они приглашают представлять Украину, в студию, это в основном люди, мало отличающиеся интеллектуальными способностями, моральными качествами, убедительностью. Это в основном какие-то побитые, такие несчастные, с усталой обреченностью в глазах люди, которые приехали подзаработать. Но из-за того, что они там паспорт имеют украинский, либо когда-то жили в Украине, либо сейчас живут и наездами приезжают, то как бы же идентификация же есть. Ну украинец, что, как-то можно придраться к этому, нет. Вот, поэтому это все, это же театр, ребят. Вы же разве-то не понимаете, это же театр. Просто театр, в котором есть главный герой Владимир Соловьев, а все остальные исполняют роль пешек, которых можно мочить. Ну вот Дмитрий Гордон достаточно известный человек, как я понимаю, в вашей стране и за пределами. Он тоже принимает участие в тек-шоу на российских каналах. Да, 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 да. Дмитрий вообще очень любит принимать участие. Да. Дмитрий Гордон, для меня это не журналист. Ребят, просто чтобы вы понимали. Вот я не знаю, как в вашей стране, если кто-то претендует на президентский пост, вот представьте, да, кто-то претендует из политиков на президентский пост. Вы, вместо того, чтобы делать интервью, не знаю, расследовательские программы, устраивать анализ, программы каждой из кандидатов, вы берете этого человека, не знаю, там, Игоря Смешка. Это вот был случай с Гордоном. Да, это кандидат также президент Украины. Так, один из кандидатов, у нас их в этом году было аж 44, представьте себе. И вот Дмитрий Гордон, который называет себя журналистом, в течение трех последних месяцев приглашает вот этого Смешка на все свои программы, на все свои ресурсы, интернет, а у него есть интернет-ресурсы и газета, у него есть такая популярная у бабушек, Бульвар называется. В общем, во всех этих ресурсах его кандидат и рядом с ним Дмитрий Гордон, который спрашивает, вот скажите, Игорь, как вы видите будущее? Игорь говорит, вот так, вот какой же вы молодец. Вот, ребят, послушайте, что он говорит. Может ли журналист вообще в принципе агитировать за кого-либо? А так агрессивно агитировать, как делал это Гордон, ну все, он для меня не журналист. Поэтому как-то оценивать ребят его работу, вы простите, но я уж не буду, он для меня далек от профессии. Ну вот ведущую ток-шоу Ольгу Скобееву, политического ток-шоу 60 минут, вы пригласили на дебаты. Был ли какой-то ответ от нее, или она проигнорировала ваш призыв? Не, проигнорировала, но они же нам сигналы посылают очень забавные. Ольга Скобеева, у меня там есть такой, если вы наблюдали в Ютьюбе, блог свой. И заставку этого блога, если вы зайдете на страницу в Фейсбуке «Вечер Синины Соколовой», а потом зайдете раз, Коленьки, на страничку и в Ютьюбе, то увидите, что заставочки одинаковые. То есть она намекает, что она меня смотрит, но, к сожалению, на дебаты выходить не хочет. Хотя тут есть две проблемы этих дебатов. Первая проблема, что вряд ли мы почему-то это приведем. А второй момент, что это превратится просто в базар, который есть в программе «60 минут». Поэтому, я думаю, Ольга, как девушка, иногда думающая, наверное, приняла это решение именно поэтому. Хотя, возможно, и нет. Нет, ответа не было. Есть ли у вас чувство, что мир сегодня находится в состоянии информационной войны? Да, у меня есть это чувство постоянно. Я вообще считаю, что Украина проиграла информационную войну с Россией за оккупированной территорией. Ну вот, Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовали рейтинг, согласно которому рейтинг свободы СМИ. И Украина находится на 102-м месте в этом рейтинге. Одна из причин, это как раз отказ во въезде для иностранных журналистов на территории Украины. Как вы к этому относитесь? Отказ? Отказ, отказ во въезде. Ну, российских, пророссийских или симпатизирующих России возможности. Ребят, ну вы конкретизируете, вы конкретизируете отказ во въезде иностранным журналистам. Иностранным, я же говорю вам иностранным журналистам. Это разные вещи. Российские тоже иностранные, да. Тут, видимо, считают все-таки для Украины. Я понимаю, ребят, но вы тогда акцентируйте иностранным российским журналистам, а не всем. Потому что никогда мы в жизни не запретим приезжать американцам, британцам, да всем странам, с которыми мы не находимся, во-первых, в информационной войне, а во-вторых, которые не врут системно, а федеральные СМИ России системно врут. Ну, а в-третьих, они же приезжают на Донбасс с боевиками, там, Live News, да, Россия-1, ОРПТ, НТВ. Это же люди, которые фактически снимают, как боевики, подкладывают патроны там в пушки и стреляют в наших людей и в наших военных. Я не считаю нужным позволять этим людям приезжать на нашу территорию. Это очевидно. Так было бы в каждой цивилизованной стране. Как часто... Да-да-да, Анька, скажите, скажите. Как часто вы сталкиваетесь с фейковыми новостями, с какой-то пропагандой со стороны украинских СМИ? Со стороны украинских СМИ часто сталкиваюсь даже не с пропагандой, не с фейками, а с хайпованием. То есть у нас сейчас вот такой мир, мир, насыщенный воздухом популизма. Что я имею в виду, что люди очень очень ведутся на какие-то быстрые, шокирующие новости, лозунги и обещания. И беда украинских СМИ, вот вы сказали по поводу свободы слова, я живу в стране, в которой есть свобода слова. И то, что делаю я, несмотря на то, что я работаю на президентском канале, у нас львиная доля первых кнопок, вообще, в принципе, каналов, которые смотрят, это все частные каналы. То есть за ними всеми стоят бизнесмены, олигархи, депутаты и тому подобное. Ну, так уж сложилось инструмент влияния. Я могу говорить в эфире, в том числе Гордон, когда он у меня был в гостях, до того, как он стал топить за смешком. Он в эфире ругал Порошенко, ну, вот просто чехвостил, как только возможно. И это мы показали в эфире пятого канала, в прайм тайме, в субботу. Потом я посмотрела огромное количество людей в интернете. У нас есть свобода слова. Беда украинских журналистов в двух вещах. Первое. Самоцензура. Это как? Это когда ты работаешь, например, на канале Коломойского и не можешь разместить, как редактор, сюжет о Коломойском, потому что он же тебе платит зарплату. Вот это самоцензура. То есть тебе никто не заставляет этого делать. Ты просто сам считаешь априори, что это так должно быть. Вот такой вот комплекс, комплекс, не знаю, какого-то недостоинства, да, журналистского. И второй момент, который, к сожалению, сейчас тоже присутствует среди наших журналистов, это момент, когда ты когда ты вынужден слушать то, что тебе говорит там генпродюсер канала, шеф-редактор, и выполнять это беспрекословно. Более того, если ты вдруг не захочешь это выполнять, и уволишься, например, с какого-то телеканала, то ты вряд ли об этом расскажешь публично. А почему? Потому что страшно. Вот страх это, к сожалению, движущая сила журналистов, которая на данный момент прогрессирует все с большей и большей силой. Мне не очень грустно от этого. Ну, Ютуб для вас это территория абсолютной свободы все-таки? Да, абсолютной свободы, кроме того, что нас постоянно штрафуют россияне, там, делают страйки по поводу того, что мы распали ему межнационального вооружения, как-то по-русски будет, разжигание межнациональной войны. Да, ну, это смешно, ребят. Мы берем, разоблачаем их фейки, а они какая рознь межнациональная? Вы делаете войну на нашей территории, вы аннексировали Крым, аннексировали Донбасс, и я какую-то рознь создаю, но это смешно. Ну, и второе, там, по поводу видео, они пытаются каким-то образом нас заблокировать в связи с видеоматериалами, которые якобы у них незаконно использовали, взяли. это два варианта, но так это полная свобода, то есть, никто никогда, никаким образом на наш проект не влиял, и в нем не будет смысла, если кто-то будет на это влиять. Почему вы не уделяете в вашей работе, да, в ютубе, не уделяете особого внимания украинским фейкам? Делаете акценты в вашем фокусе внимания? Вы не внимательно смотрите мои эфиры, я создаю несколько проектов, мой проект Рандеву как раз полностью посвящен Украине. Цель проекта Вечер, цель проекта Вечер это разоблачение российской пропаганды в фокусе украинских событий и новостей. Вот такой вот конкретный фокус. А в Рандеву это шоу, которое по-украински идет, наверное, вы поэтому не понимаете о чем там. Мы в каждой программе затрагиваем тему и обсуждаем их человеком, который касается этой темы, либо занимает главенство еще какой-то роль в секторе, важном для жизни страны и обсуждаем все некомфортное и то, что нужно изменить. Вот это рандеву, каждую субботу мы его делаем и как раз это украинская тема. Да, я слушаю вас, простите, перебила. Да, телеканалы Дождь и РТВА, которые, ну, достаточно оппозиционны к российской власти, они запрещены на территории Украины, насколько я знаю, или, по крайней мере, их нет в кабельных операторах. Ваше мнение по этому поводу? На ваш взгляд, стройно их запрещать? Я была очень расстроена, когда Дождь запретили. Я откровенно скажу, почему, потому что у меня было несколько друзей среди журналистов, которые делали свою работу честно. Но, почему запретили? Потому что, когда ты смотришь на телеканал Дождь, живя, не знаю, там, в Донецкой области, и видишь, что телеканал Дождь показывает погоду, в которой Крым российский, телеканал Дождь артикулирует мысли российских, представителей российских высоких должностей. И, несмотря на то, что оценка этому дается, возможно, другая, а фактаж остается таким, каким он есть, насаживается мысль российского канала на слабые умы иногда жителей Донбасса. И таким образом телеканал Дождь, наверное, не осознавая этого, становится частью информационной войны, которую ведет Россия против Украины. Это, если коротко объяснить, то же самое РТВА. Но, есть новая газета, есть Медуза, то есть, сайты, которые вселяют доверие, новая газета так особо. И, я считаю, что это те издания, которые на данный момент являются оплотом хоть какой-то журналистики Российской Федерации. Ну вот, Антон спрашивает у вас, может быть, это не самый приятный вопрос, но так или иначе я их зачитаю. Любые вопросы. Он спрашивает у вас, вам не стыдно за то, что вы делаете? И поясняет, за что вам может быть стыдно. Тут три пункта, я сейчас их озвучу. Да, да. Она якобы развенчивает мифы российского телевидения, но сама же пользуется частичной правдой, вырванной из контекста, очень часто со злобленностью и разжигая ненависть людей одних другим. Согласна с этим высказыванием? Ой, ребят, ну, слушайте, это же как умный, вернее, как слепой с глухим разговор. Явно, Антон, ну, его мозги устали от того, что происходит в российском информационном поле. Я вас очень понимаю, честно, когда день и ночь включаешь и на всех каналах тебя штормят с одинаковым враньем, то ты уже даже понимаешь это вранье, на секунду задумываешься, на секунду задумываешься и думаешь, слушайте, ну, не могут же они все врать. Я вам очень сочувствую, Антон. Я не вырываюсь из контекста. У нас работает целая команда людей, которые кропотливо изучают поэтому все не из контекста, все правдиво, с иронией, да, иногда с циничной и жестокой и нецензурной лексикой это тоже наш инструмент. Но, но, к сожалению, так оно все есть. Да, еще пишет, чем она, то есть вы отличаетесь от Соловьева и Киселева, тех, кого вы высмеиваете возрастом, Стебом, злобой. Вот такие три варианта, чем вы можете отличаться, но может быть, чем-то другим вы скажете. Я отличаюсь правдой. Я не вру, как Соловьев, и не работаю на российское правительство. Я делаю работу свою честно. Тем я отличаюсь от Соловьева. Сколько процентов всего эфира вы посвятили проблемам внутриукраинским без переплетения России и Путина? Частично вы уже ответили на этот вопрос о программе Рандеву, которая на украинском идет? Я же вам рассказала сейчас, что программа «Вечер» это программа сфокусированная на разоблачении российской пропаганды в ракурсе Украины. Мы не ставили цели рассказывать там об украинских новостях. Когда случаются выборы либо какие-то события, которые в том числе обговариваются на территории России, мы создаем такие блоки. Но я задачу уже объяснила, не хочу дважды повторять. Добрый вечер, Константин. Ну, коротко. У меня нет телевидения. Чтобы не было обвинений в том, что у меня промытые мозги пропагандой, в принципе, уже 11 лет, как я отключен от кабельного телевидения. Я его не смотрю. Поэтому все, что говорит ваше гостье. Моя семья родом из Донбасса. То есть старобешиво лежат могилы из моих предков. В Горловке жила семья моего двоюродного брата. Да, Константин, вопрос задавайте. Мы, к сожалению, не можем долго слушать, потому что скоро закончится. То, что говорит Енина, мягко говоря, не лезет в голову и высокомерие, с которым это подается, ну, совсем смешно. А ее вопрос о свободе слова, о свободе печати и вообще о свободе СМИ. Она сама себя проергла. Дождь и РТВА запрещены. В Латвии запрещены РТВА. Вернее, это РТВА. РТВА не запрещен в Латвии. РТР России запрещены. РТР России и 24, да, запрещены. То есть у нас нет свободы условия. В России нет запрещенных каналов. Вопрос следующий. То есть Зеленский, потому что они все работают на федерацию, поэтому они запрещены. Ну, конечно. Все запрещать, если все уже у кормушки. Да, Константин, задавайте вопрос, чтобы Енина могла ответить. Да, Константин, задавайте, пожалуйста, вопрос. Готова ли Енина встретиться на дебатах с представителем Донбасса, допустим, который критично оценивает оценивает ее, Украину и понимает правду. Не ту, которую она пытается доносить до людей, а правду настоящую, которая в Донбассе существует. Да, спасибо, мы поняли вас. Да, готовы ли? Готова, готова. Готова. Да, ну еще у нас есть звонок, может быть, успеем принять. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефоны прямого ухира. Слушаю вас. Пожалуйста, очень коротко, задавайте вопрос, чтобы гость мог ответить. Очень коротко. Российское телевидение не смотрю, вопрос конкретно по Украине. Как ваша собеседница относится к тому, что по всей Западной Украине ставят сейчас памятники тем, кто убивал мой народ, я в данном случае имею в виду евреев, и как она относится к тому, что идет целенаправленный жесткий переход на искоренение русского языка из информационного пространства Украины. Да, мы поняли вас. Спасибо. Сразу со второго вопроса. Я позитивно отношусь к искоренению русского языка в украинском пространстве. Я считаю, что это путь к пониманию нации, какой она есть. На бытовом уровне, говорите по-русски, сколько хотите, никто не запретит. Возвращаясь к первому вопросу, вы не смотрите российский телеканал, но почему-то артикулируете их мысли и вранье. Никто не ставит. Вы кого имеете в виду по поводу уничтожения евреев? Это кому падает? Ну, уже отключился радиослушатель. Да. Простите, я о таком не слышала. Мой муж Западной Украины, у меня огромное количество людей из Западной Украины, впервые о таком слышали. Это вранье, не верьте. Понимаете, интернет-ресурсы, несмотря на то, что вы не смотрите телек, интернет-ресурсы часто дублируют то, что происходит и в телевизионном пространстве. Поэтому, слушайте, что говорить о стране, которая разговаривает сейчас о Рунете и о таком трэше, о котором просто невозможно представить, что такое будет в Европе. Поэтому запрещаем только то, что наносится вред, страшный вред, как Россия один, как и остальные телеканалы. Это все очень большой звонок. Да, еще один звонок успеем принять. Очень коротко попросим тоже вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот фильм посмотрели «Слуга народа». А что там было за афера с углем, который купили в Донбассе, а продали в два раза дороже, как африканские? Я не смотрела «Слуга народа». Извините, пожалуйста, не могу понять, что там было. Да. А я не дошел до этой серии, кстати. Что там было с углем, не понятно. Да, разберемся позже. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Журналист Нина Соколова была гостем программы. Спасибо, всего доброго и до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания, ребят. Пока.